Сегодня мое видео будет для всех тех, к кому обращены надежды безо всякого преувеличения всего человечества. К тем, кто находится рядом с Владимиром Путиным, составляет его селекторат, основу его власти, и тех, кто может себя и всю планету избавить от одной большой проблемы, от пожилого человека, развязавшего войну и проигрывающего ее. Мы знаем из многочисленных утечек, что больших поклонников Путина в его окружении практически не осталось. Из тех же утечек мы знаем, что они не понимают, что делать дальше, ведь каждое следующее действие их только закапывает. Давайте представим этим людям небольшую панораму, а в конце дадим дельный совет. Политически война штука довольно опасная. В некотором роде это лотерея. В ней можно много выиграть, получить любовь граждан и сплочение элит. Владимир Путин хорошо знает, ведь никогда ни до, ни после не было такого буста его поддержки, как после аннексии Крыма. Чтобы война работала на пользу автократу, его режиму должно быть соблюдено три главных условия. Война должна быть победной, относительно бескровной и, главное, короткой. Если бы все получилось так, эти условия были бы соблюдены. Если бы Путину повезло, то сторонники внешней агрессии были бы в восторге. Противникам пришлось бы просто принять сложившийся порядок вещей, но все остальные, у кого не было особого мнения, примкнули бы к большинству. Война с Украиной началась в четверг, 24 февраля. И если бы она шла так, как казалось Путину, что должна, то в понедельник, 28 февраля, все было бы кончено. Это должно было произойти настолько стремительно, что никто бы просто не сообразил, что делать. К тому моменту, когда в понедельник российские чиновники вышли бы на работу, внутри, чтобы понять, как все это разгребать, а иностранные снаружи, чтобы понять, как останавливать Путина, все они имели бы дело с уже свершившимся фактом. Именно поэтому в первые дни войны эхо Москвы, дождь, остатки независимых медиа работали вполне себе спокойно. Именно поэтому решение давать по 15 лет за критику войны случилось не загодя, а в пожарном формате по ходу дела. Потому что нет вообще никакой разницы, кто там что говорит о войне, которая закончилась победой, если это только не федеральный эфир, конечно. Всем просто придется жить в этой новой действительности, где Киев оккупирован российскими войсками и Украина повержена. Даже санкции в такой ситуации стали бы несколько бессмысленными. Ведь основная функция санкций это предотвратить какие-то действия, остановить агрессора и агрессию, как-то повлиять на развитие событий. Постфактум их, конечно, ввели бы в качестве наказания, но они были бы не столь значительны и с таким вот поводом они не были такими бы, как сейчас. Было бы точно так же, как с Крымом. Все офигели, конечно, но сделать уже ничего нельзя. Люди в такой ситуации были бы вынуждены разделиться на три категории. На ликующих сторонников славы русского оружия, на противников, которые могут только ворчать, а больше ничего не могут, и на большинство, которое при массированной поддержке пропаганды предпочтет присоединиться к тем, кто ликует, а не к тем, кто сидит в апатии. Конечно, даже у такой войны были бы долгосрочные тяжелые последствия. Но они догнали бы граждан и элиты очень нескоро. Уже тогда, когда никаких боевых действий давно нет, они бы не ассоциировались бы с этими боевыми действиями. Спустя три месяца понятно, что эта война не выполнила ни единого возложенного на нее обязательства. Она страшно кровавая. Кровавая настолько, что Министерство обороны уже два месяца молчит о числе погибших. Молчит, потому что тут нет хорошего заявления. Даже сильно заниженные потери будут включать слово «тысячь» во множественном числе, что звучит очень плохо. Она ни единого раза непобедная. Настолько непобедная, что пропаганда боится даже цель внятную придумать, ведь ее явно не удастся достичь. Наконец, что самое худшее? Война длинная. Она без конца и без края. Уже месяца полтора никто с российской страны не рискует называть никаких сроков, потому что знают, что соблюдены они не будут. Даже самые большие оптимисты, самые ярые апологеты войны сейчас не смогут ответить ни себе, ни публично на вопрос «а что дальше?». Чтобы перевести войну на принципиально новый уровень, нужно делать то, что делает Украина – переводить страну на военные рельсы и объявлять всеобщую мобилизацию. Нельзя бесконечно воевать с 40-миллионной Украиной силами двух субъектов федерации – Дагестана и Бурятии, которые в сумме меньше Украины в 10 раз. Но мобилизацию, как и было предсказано нами, реализовать не решились, потому что война должна приходить к людям из телевизора, а не из почтового ящика повесткой. Длинная, кровавая и бессмысленная война настраивает против своего зачинщика всех – и сторонников войны, и ее противников. Об этом сообщает, например, задание «Медуза» в статье о том, что Путинам одинаково недовольна и партия войны, которая, как минимум, ждет захвата Киева, или хоть что-нибудь захвата, что можно будет назвать победой, и все те, кто хотят мира. Они тоже недовольны, конечно. В «Медузе» пишут, что обе эти условные фракции не только перешли в режим ожидания отставки Путина, но уже всерьез раздумывают о будущем без него. Но «Медуза» в своей статье ссылается на анонимные источники в администрации президента. Рассуждение о преемниках в нашей стране – это и вовсе толчение воды в ступе. Никаких преемников в персоналистских автократиях не бывает. Конечно, журналистика инсайдов – она такая себе. Но она следует тем фактам, которые у нас есть. Мы можем все это проанализировать даже без всяких инсайдов. Понятно, почему Путин – враг для противников войны. Эта война убивает обе стороны. Российская экономика, как и сама Россия, обречена на деградацию в условиях изоляции и никак иначе. Одним решением Путин нанес столько ущерба, сколько придется компенсировать десятилетиями. Украине, конечно же, нанесен тоже огромный ущерб. Но она из него выйдет и намного быстрее и проще, чем Россия. Ей будет помогать весь мир. Противники войны против нее по тем же причинам, что и мы с вами. И причины эти не требуют отдельного пояснения. Теперь, в начале четвертого месяца, Путин становится врагом и для активных сторонников войны. Потому что он не может ее выиграть. Потому что недостаточно решителен. Потому что армию развалил. Потому что боится рейтинг на мобилизации потерять. Потому что верховный полководец оказался не очень-то полководцем. Потому что разговоров было много, мультики были красивые. А когда дело дошло, как-то позорно все. Наибольшее разочарование скоро испытают те, кто целиком и полностью верит пропаганде. Когда во время русско-японской войны за усиленной цензуры все СМИ от славянофильской газеты «Русь» до либеральной газеты «Новое время» рассказывали о никчемности японской армии. А их корреспонденты в красках описывали, как наши солдаты, не теряя боевого духа, отбивают каждую самоубийственную атаку врага. Общественность не смогла принять сначала сдачу порт Артура, а потом и поражение под Мугденом. А в конце унизительный мирный договор с территориальными уступками. В итоге всенародное воодушевление с 16-летними мальчишками, сбегающими из дома на фронт, чтобы защитить родные края, сменилось сперва глубокой обидой на царя и генералов, а затем революцией. При войне проигранной даже военная пропаганда и цензура начинают работать против действующего строя. Потому что если в конце выясняется, что все обещания о скорой и неминуемой победе были пустословием, боль от этого поражения становится еще больше. Современники и история по-разному относятся к тем, кто развязывал войны. Но к тем, кто развязывал войны и не смог их выиграть, к тем всегда предельно немилосердно отношение. В современном мире вообще очень плохо и очень невыгодно развязывать войны. Но даже в те времена, когда развязывать войны было выгодно, когда захватом земель занимались все, даже тогда жизни полководцев-неудачников, как правило, оказывались недолгими и несчастливыми. В этом проблема той харизматичной легитимности, на которую работает война. Хорошо быть победоносным лидером, который может не обращать внимания на законности и процедуры. Хорошо до тех пор, пока ты несешь победу, а не то, что мы видим сегодня в Украине. У войны бывают сторонники, но не бывает сторонников у проигранной войны. Поражение всегда сирота. К лидеру, который несет победу, примыкают. От проигравшего избавляются. В этом проблема реконструкторства. Если тебе не нравится правило 21 века, где никто не ведет захватнических войн, если тебе лучше в веке 16 в роли собирателя земель, то и жить тебе придется по законам и логике 16 века, где победитель получает все, а проигравшего ждет гильотина. Давайте просто взглянем на ситуацию в целом. Попробуем себе представить, где она выглядит в глазах сторонников и противников войны в окружении Путина. Насколько все кисло. В начале четвертого месяца войны мы точно можем сказать, что она закончится для России поражением. Какие бы локальные успехи не были достигнуты, насколько бы далеко не продвинулись войска в пределах Луганской области, события развиваются вполне определенным образом. Пока российская армия тратит огромные силы на штурм городов и форсирование рек, украинская получает вооружение от Запада, обучает резервистов и накапливает ресурсы для контрнаступления. Я не военный эксперт и не могу назвать точную дату его начала. Многие специалисты сейчас говорят о второй половине лета или начале осени. Конкретный день не так важен, как важно зафиксировать. Если не произойдет чего-то глобального, типа всеобщей мобилизации в России или ядерного апокалипсиса, положение на фронте изменится в обозримой перспективе в пользу Украины. И тогда уже России придется просить о переговорах, чтобы вернуть все к статусу КВО хотя бы на 23 февраля 2022 года. После чего мы окажемся в такой ситуации. Есть страна с подорванной экономикой, с арестованными золотовалютными резервами, ставшая токсичной для представителей почти любого иностранного бизнеса, развязавшая агрессию против соседнего государства без внятной на то причины. Сложно объяснить такой причиной необходимости аннексии Херсона, учитывая, что Россия и так самая большая страна в мире. Да еще и, кроме всего этого, потерпевшая в этой агрессии неудачу. Акела промахнулся. Эту цитату из любимого путинского автора можно сейчас применить к самому Путину. Сам Киплинг комментирует этот эпизод так. Когда вождь стаи промахивается, его зовут Мертвым Волком. Хотя он еще жив. Но жить ему осталось уже совсем недолго. В реальности существует сейчас какой-либо способ закончить войну и при этом сохранить рейтинг власти. И вся российская политическая элита понимает, чья персонально это пина. И здесь очень интересно посмотреть на состав этой самой элиты. Там есть группа людей, особо приближенных к Путину, непосредственно причастных к развязанию этой войны. Это Сергей Шойгу, Николай Патрушев, Сергей Лавров, Виктор Золотов, Сергей Нарышкин. Всем им около 70 лет. Никакой жизни за пределами Путина у них нет. Их судьбы закончатся вместе с путинским правлением. Да и физически они вряд ли намного переживут нынешнего президента. Но есть и другая часть эстеблишмента. Например, премьер-министру Мишустину 56 лет, как и Дмитрию Медведеву. Сергею Киригенко 59. Возраст руководителя департаментов в министерствах лет 40-50. Губернатору Калининградской области Алиханову, который на встрече с Путиным сказал, что у его региона есть проблемы из-за войны. И вовсе 35 лет он младше меня. У этих-то жизнь за пределами Путина есть, и вряд ли они хотят провести ее за решеткой. Конечно, те же Кириенко и Медведев и сами по уши влезли в поддержку войны. Да и все остальные стали как минимум соучастниками, работая на своих высоких постах. Но для них есть и хорошая новость. В России новая власть всегда начинает с отрицания власти предыдущей. Хрущев разоблачает культ личности Сталина. Брежнев отправляет Хрущева на дачу под домашние аресты, рассказывает про самодурство. Горбачев объявляет Брежнева старым маразматиком. Ельцин и вовсе оставляет Горбачева без страны. Путин провозглашает ельцинскую эпоху лихими 90-ми. И строит свою систему, свой режим на отрицании ельцинского времени. Следующая российская власть, какой бы она ни была, будет позиционировать себя через отрицание Путина, пытаясь отстраниться от совершенных им преступлений. И есть основания считать, что попытка эта в какой-то мере будет успешной. Россия – это не Северная Корея и даже не Иран. Ее не так-то просто полностью вычеркнуть из мировой экономики. Конечно, на полноценное восстановление отношений в обозримом будущем надеяться не приходится. Но если в России сменится власть и в Кремль придут люди из другого поколения политиков, не связанные непосредственно с войной, условно говоря, какой-нибудь Мишустин, и если эти люди прекратят боевые действия, отведут войска и сядут за стол переговоров с Украиной и Западом, тогда вполне возможно некоторое смягчение санкций, которое поможет умирающей российской экономике. Жить как раньше точно не получится, но все еще можно найти какое-то положение, отличное от понятия полной катастрофы. А сами эти политики через такое вот отрицание Путина помогут себе сохранить свободу и даже в какой-то степени и карьеру. В конце концов, кто бы ни стоял во главе России, с ним придется разговаривать. Никто из западных лидеров не заинтересован в неконтролируемом коллапсе России. Это создает слишком большие риски для всего мира. И если не может быть больше никакого нормального контакта с Путиным или с тем, кто будет считать себя преемником Путина, то контакт с отрицателем Путина возможен, даже если этот человек занимал в путинскую эпоху достаточно важные посты. А вообще, кто решится на подобное, имеет шанс и вовсе обернуть проигрышную вроде бы ситуацию в свою пользу и оказаться победителем. Ведь именно следующая власть будет определять виновных в развязывании агрессивной войны. Понятие это растяжимое. Его можно сократить до ближайшего круга Путина, а можно расширить до рядовых депутатов Госдумы, например. Это зависит от того, кто в день Икс будет сжимать в руке ключ от кремлевского кабинета и какие слова он в этот день произнесет. Прямо сейчас все те, кто окружает Путина и каждый день вынуждены выполнять решения, которые все глубже их закапывают, находятся, конечно, между молотом и наковальней. С одной стороны, понятно, что так долго продолжаться не может. Что Путин не может закончить эту войну. Что война будет проиграна. Что день за днем и месяц за месяцем ситуация будет становиться хуже. Люди гибнут, деньги тратятся, экономика умирает, санкции накладываются. Все-таки в российском экономическом блоке достаточно много квалифицированных людей, которые осознают всю степень шизофреничности и бредовости идей об импортозамещении, об опоре на собственные силы. С другой стороны, нет ничего страшнее, чем предать слишком рано. Чем предать, когда диктатор еще в силе. Хуже этого только предать слишком поздно и утонуть вместе с ним. Избавиться от человека, который одной своей глупостью нанес столько ущерба, а главное, не смог победить, и как можно быстрее приступить к Путинке того, что он натворил, хочется, но колется. Единственный совет, который тут можно дать окружению Владимира Путина и который я хочу дать сегодня, звучит так. Во-первых, у вас нет выбора. Нынешняя ситуация конечна. Кто-то обязательно окажется смелее, хитрее, дальновиднее остальных. Кто-то будет после Путина. Это факт. Во-вторых, совершенно без разницы, кто будет после Путина и как будут его звать. К чьему клану он будет принадлежать. Первое, что он сделает, это полностью откатит все, что сейчас происходит. Проведет глобальную депутинизацию. Глобальную депутинизацию с непременным назначением и наказанием виновных. Тех виновных, вина которых в том, что они слишком долго думали, слишком поздно сообразили и оказались по неверную сторону истории. Иногда есть вопрос, какая сторона истории правильная, но не в этот раз. Мы знаем, точно знаем концовку этого кино. Леонардо Ди Каприо насмерть замерзнет, а Путин проиграет. Злодеями будут те, кто с ним. Героями те, кто избавил мир от такой угрозы. Вопрос сейчас для вас не в том, как поступить правильно. Вы знаете. Вопрос в том, успеете ли вы поступить правильно. Будете архитектором постпутинской России или будете ее жертвами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...